Уважаемый Дмитрий Анатольевич, уважаемые коллеги, друзья, прежде всего, хотел бы поблагодарить правительство Российской Федерации, министерство, ведомство, всех ваших сотрудников за активную работу. В непростой, прямо скажем, ситуации вы продемонстрировали и высокий уровень ответственности, и способность решать сложные задачи. Благодаря выполнению антикризисного плана удалось поддержать реальные секторы экономики, укрепить доверие к банковской системе. И есть очевидные этому подтверждения, доказательства, а именно доверие людей, прежде всего, которое выражается в росте накоплений и юридических лиц, и физических лиц в банковской системе страны. Запущены программы импортозамещения, что само по себе важно, но ещё важнее, что это должно вести, и в этом отношении тоже сделаны первые шаги, к технологическому обновлению производства, стимулированию экспорта. Активно задействованы и механизмы проектного финансирования, фонда развития промышленности, российского экспортного центра. Вместе с тем хочу подчеркнуть, что здесь нужно действовать, конечно, более энергично, и бизнес, разумеется, рассчитывает на все эти инструменты, поэтому важно и дальше усиливать их эффективность. Хотел бы особо отметить возросший потенциал нашего оборонно-промышленного комплекса. Обновлено оборудование, во всяком случае в значительной степени обновлено, выполняются те планы, которые были намечены раньше, реализуются и осваиваются выделенные на это ресурсы, внедрены современные технологии, увеличилась производительность труда. Положительную динамику демонстрирует и сельское хозяйство. Вот за 11 месяцев почти 3% рост. Прирост промышленного производства происходит на Дальнем Востоке. Свою востребованность показали территории опережающего развития, механизм свободного порта, мы, напомню, решили расширить эту практику, инфраструктурная поддержка проектов, фонд развития Дальнего Востока. Также важным событием стало начало Крымского энергомоста. Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в этой работе. В качестве значимого результата хотел бы отметить запуск Евразийского экономического союза, дальнейшее углубление интеграции с нашими ближайшими партнёрами и союзниками. Уважаемые коллеги, важнейшая задача правительства – вернуть экономику России на устойчивые темпы роста. Я подробно говорил об этом, как вы помните, и в послании Федеральному собранию, и на нашей встрече, посвящённой практической реализации поставленных задач. Повторю, нужно быть готовыми к тому, что и период низких цен на сырьё и на наши основные экспортные товары, да и, возможно, внешние ограничения могут затянуться. Необходимо самим добиваться результатов на имеющейся базе. Текущие сложности должны послужить стимулом для повышения эффективности экономики и социальной сферы. Ещё раз назову ряд ключевых направлений предстоящей работы. Первое. Это сбалансированная бюджетная политика. У нас есть колоссальные недоиспользованные резервы как по доходам, так и по расходам. Знаете эти цифры, которые уже звучали на наших с вами совещаниях, их приводит счётная палата. По итогам текущего года объём неэффективных расходов федерального бюджета только по ряду направлений, например, таких, как бюджетные инвестиции, государственные закупки, финансирование госзадания составляет порядка 220 миллиардов рублей. Увеличивается задолженность федеральному бюджету по обязательным платежам. А объём незавершённого в то же время строительства, это инфраструктурные, социальные и другие объекты, составляет уже почти 2 триллиона рублей. По-прежнему низким остаётся освоение бюджетных средств до конца года. Прошу, уважаемые коллеги, проанализировать все эти вопросы и проблемы и в ближайшее время доложить о принимаемых мерах на одном из наших совещаний. Второе. Следует обеспечить чёткое, бесперебойное исполнение планов поддержки отраслей, которые оказались в зоне риска. Мы с вами об этом тоже неоднократно говорили. Это автобром, железнодорожное машиностроение, лёгкая промышленность, строительная индустрия. Третье. Особое внимание необходимо уделить модернизации жилищно-коммунального хозяйства, обеспечить чёткое исполнение принятых ранее решений. Далее. Что касается социальной сферы, то основным приоритетом является переход на более справедливую систему, когда помощь прежде всего получают те люди, которые в ней действительно нуждаются. И ещё. Сегодня необоснованное, прямо скажем, спекулятивное повышение стоимости продуктов, товаров, услуг приводит к снижению жизненного уровня людей. Нужно использовать все имеющиеся рыночные инструменты для сдерживания роста цен, расширить долю недорогих, но качественных отечественных товаров. Ну и, конечно, по многим вопросам нужно быть просто, прямо скажем, порасторопнее. Вот известная ситуация с этими большегрузными машинами. Говорили же мы с вами о том, что своевременно нужно отменить транспортный налог. Можно было бы помочь людям выйти из тени и в то же время сохранить доходы, чтобы семьи свои содержать. Я имею в виду возможность перехода, скажем, на патентную систему, о чём я уже говорил. Но есть и другие ситуации, в которых нужно действовать более оперативно. Но в целом, хочу это ещё раз подчеркнуть, в целом правительство действовало эффективно, выбрало правильные подходы к решению тех сложных задач, перед которыми стоит страна. И хотел бы вам ещё раз за это выразить слова благодарности и поздравляю вас с наступающим Новым годом. Уважаемый Владимир Владимирович, коллеги, я прежде всего хочу от имени правительства поблагодарить президента страны за те оценки, которые были только что даны, за то внимание, которое Владимир Владимирович оказывал правительству на протяжении всего этого года без поддержки со стороны президента вообще невозможно решать стоящие перед правительством задачи. Это, я думаю, все прекрасно понимают. Все оценки текущего периода были даны только что Владимир Владимирович в своём выступлении, в итоговой пресс-конференции, в послании. В общем, нам всем понятно, в каких условиях нам приходилось работать в этом году. Самое главное, что удалось создать определённый настрой на то, чтобы выполнять первоочередные мероприятия по поддержке экономики, социальной сферы. В конечном счёте это всё-таки позволило решать важнейшие задачи страны. Очень важно и то, что социальные обязательства исполнялись, все те платежи, которые мы обязаны делать, они платились. Ряд задач, о которых Владимир Владимирович только что сказал, действительно были решены. Это не означает, что в деятельности правительства не было проблем, о которых только что было сказано президентом. Очевидно, что нынешняя ситуация требует более высокой степени мобилизации каждого члена правительства на своём месте. Мы очень часто эти слова произносим, но на самом деле это действительно так, потому что, когда всё более-менее спокойно, можно позволить себе событиям развиваться по обычному сценарию, но в условиях жёстких бюджетных ограничений, существования санкций, внешнего давления, каждый министр и каждый член правительства обязаны это делать, обратив внимание на те проблемы, о которых было сказано только что. Ну и понятно, бюджет у нас очень жёсткий, прагматичный, более того, мы не исключаем того, что нам придётся и в дальнейшем смотреть на то, как развивается ситуация, что-то корректировать, жизнь есть жизнь. Так вот, всё это нужно будет делать в максимально такой консолидированной обстановке. Мы рассчитываем на то, что удастся добиться этих результатов, собрать все предложения, которые в настоящий момент существуют. И подготовить правильные ответы на те вызовы, с которыми столкнулась наша страна. Поэтому хотел бы ещё раз от имени членов правительства поблагодарить президента страны Владимира Владимировича Путина за поддержку правительства, за те решения, которые принимались для обеспечения текущей деятельности правительства, пожелать здоровья и успехов президенту, ну и пригласить, естественно, по традиции выпить чая, ну или шампанского, как пойдёт. Хорошо. Спасибо большое, Дмитрий Анатольевич. Вот в завершение, знаете, хотел бы что сказать, чего точно не было в работе правительства, членов правительства. Не было безразличия к решаемым задачам, которые стоят перед страной. Но была в то же время заинтересованность, желание работать и стремление решать эти задачи. Это самый главный, основной залог нашей совместной успешной работы. Я хочу пожелать вам всего самого доброго, удачи.